МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В центре также сообщили, что российские военные продолжают оказывать помощь беженцам. За прошедшие сутки в свои дома, оставленные после начала боевых действий, вернулись более 200 мирных жителей. Кроме того, специалисты центра организовали раздачу тонны свежего хлеба жителям Алеппо, доставили питьевую воду, также оказывают и медицинскую помощь. Российская фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд по сумме баллов в короткой программе на Олимпийских играх в Пьюнчхане. Второе место занимает наша соотечественница Евгения Медведева. Третье место у Канадки. Еще одна наша спортсменка Мария Осоцкого по итогам короткой программы стала 12-й. Предыдущий рекорд в короткой программе был установлен буквально за 10 минут до выступления Загитовой. Медведева обновила собственное мировое достижение. Фигуристки представят произвольные программы 23 февраля. Копилка российской сборной сегодня пополнилась также новой медалью. Бронзу команде принес фристайлист Сергей Ридзик по итогам соревнований в лыжном кроссе. Олимпийским чемпионом стал атлет из Канады. Серебро завоевал швейцарец. Допинг-проба Б российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдонии. Однако спортсмен утверждает, что препарат не принимал, что категорически против допинга, и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил. Как заявил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свящев, организация обратилась в Федеральное медико-биологическое агентство с просьбой прояснить особенности нахождения в организме человека препарата мельдонии. В свою очередь, пресс-этаж и команда олимпийских спортсменов из России Константин Выборнов заявил, что концентрация мельдония в организме Крушельницкого говорит об однократном употреблении препарата, что бессмысленно, так как эффект от употребления мельдония достигается исключительно при его регулярном применении. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский побывал накануне в Центре технологии машиностроения группы компании «Финвал», где встретился с инженерами компании. Специально для Владимира Жириновского специалисты провели экскурсию по современному цеху металлообработки, рассказав об основных видах деятельности Центра технологии машиностроения. «Финвал» на протяжении 27 лет работает и предлагает инженерно-проектные решения в отраслях аэрокосмической, авиационной промышленности, автомобильного и энергетического машиностроения, судостроения, приборостроения, медицинской, нефтегазовой промышленности и электронной промышленности. «Финвал» «Отстанут работают полностью в автоматическом цикле». «Загрузили заготовку». «С утра». «Можно с утра. У него сзади подача прутка». «Ели он может обрабатывать несколько дней». «Всю смену может работать». «Выход готов. Если мы пройдем сюда, сейчас покажем». «Проходите, проходите». «Кто вы считаете, как оператор? Раньше был слесарь, токарь, а сейчас инженерно-проектные?» «Потому что они сначала разрабатывают 3D-модель, вот на компьютере делают здесь представление». «Вайсвод, да?» «Да, дальше эта 3D-модель на основании нее делает сутравляющая программа, вносится автоматически в палец щиту, они настраивают это все дело, и станок отрабатывает программу». «Ну и где она? Готовая? Где? Готовая? Готовая деталью покажем. «Вот туда. А рабочие отрабатывают? Операторы? Вот такие стулы. Почему?» «Тяжелая работа? 8 часов без отрыва. Никуда не отойти. На обед? Выключают на обед? Станок может работать без человека, да. Естественно, когда программа больше идет, там, несколько часов...» «Ну, там заболел. Кто выключить станок вечером? Или не надо включать?» «Станок автоматически сам отключается, после того, как заканчивается загадка. Программа работает, и надо он в 3 часа в 3 капитля, в 6 вечера, и мысли, сколько надо деталей...» «То есть человек уже оторван?» «Человек, он только здесь интеллектуально там используется, и все...» «Ну а куда-то все выходит в ваш кабинет?» «Вы можете видеть, как работает станок?» «Да, система мониторинга, есть каждое загрузка, вот то, что мы огорели...» «Посмотреть лампочку, мы понимаем. Что-то надо еще, не полностью, да?» «Да, он сейчас отключен, потому что здесь это выключить, чтобы не шумили, потому что с производственным шумом...» «Ну а нравится? Вот такая работа. А что нравится? Никого нет, пустой цепь, видите, и болван, и желецкий...» «В чем радость работы?» «Есть результат работы, как я...» «Ну?» «В виде детали». «В виде детали, да?» «А с чего начинается? Болван какая?» «С паука, давайте...» «Вот давайте, покажите, сначала уже здесь экран, да?» «Да, уже здесь экран, то есть традиционно вот это было». «А вот традиционно было». «Но каких уроках нам предлагают? Геометрия или черчение?» «Нет, уроки туда, да. Уроки туда». «Но уроки туда, я помню, станок, кусок металла, и зубило, и молоток». «И вот бьешь, бьешь, чтобы хоть что-то там получилось, и тройку поставят». «И выручную. Здесь все с числовым управлением, здесь работают на компьютере, и потом загружают их установлены. Вот такого плана еще. «Ну, нет, ну, не крово, не крово, не крово». «Это?» «Манометр?» «Это индикатор, который...» «Это индикатор часового типа». «Да, да, да. Это для контроля тот же баталий. То есть какой-то толщины можно померить, там биения померить различные». «Ну, и брак бывает или в основном все хорошо идет?» «Ну, без брака, наверное, ничего не бывает. Кто ничего не производит, наверное, у того и брака нет». «Извините, то...» «Мы стараемся все сделать эффективно, потому что на самом деле на таком оборудовании брак стремится к нулю». «К нулю, да? То есть оборудование современное?» «Да, человеческий фактор исключен, то есть все делает автоматически». «Ну, работа монотонная. Каждый день надо вот измерять, измерять, следить, смотреть. Стул сидеть, не кресло, откинулся, подремал. Сразу все видят, все стекло. «Оборудование современное». «Отпуск». «Также 24 дня». «Люндарный месяц? 36?» «Месяц». «Люндарный месяц?» «Путевочку?» «Нет, все сами. «Мы заботимся о своих сотрудниках». «Да». «Да». «Кого-то есть место, а подарки, да?» «Да, это обязательно». «Ну, мы к вам приехали, потому что это очень важная часть такого производства у нас в стране. И у нас вообще особое отношение к инженерному корпусу. Особо это самое главное. Мы это слово взяли чужое. Как мы по-русски назовем? Инженер, что это?» «Хороший человек». «Хороший человек и все». «Специалист». 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 «Французское слово». «Сочи». «Анженер» — это создатель. «Созидатель». «Творец». «Поэтому такое слово. Дети растут, не понимают. Хочу быть инженером. Что это такое?» «Это имеет значение». «Французцы понимают, о чем это значит». «Даже, наверное, англичанин, американец». «Анженер» — это «У нас девушка, хороший человек». «Я имею в виду смысл этой профессии». «Все хорошие люди, любая профессия». «У инженера особые знания должны. Практически все технические знания. И физика, и химия, и герметика. А хороший человек, правда, на том числе отношения в коллективе, отношения в семье, в обществе. У нас связь есть с академиками, с такими известными докторами технических наук. Вот академию физичных лет здесь я предложил. И давайте какую-то губернию выпросим у президента. И на все руководящие посты поставим только инженера. И он уверял, что работа будет идти лучше. Потому что особый мозг, особое представление о производстве, даже о торговле. Поэтому инженерам надо давать больше дорогу, как в управлении стеклянами. Вот Косырь у нас был, прибрежний. Но он был выпускник технического института, ближе к легкой промышленности. Но ни разу не было такого вот инженера смошного. Ну, прыжков. Он был председателем правительства. До этого был директором. Урал наш. Вот его опыт, в какой-то степени 5 лет он уже дал правительство. И особых перекосов не было. И он выступал против тех форм, которые предлагают, в том числе, один из кандидатов в президенты, да и второй. Они все, я считаю, экономистами. Но у них особо ничего хорошего не получилось. Поэтому надо со школы, чтобы было у молодежи желание стать инженером. В свое время был анекдот в райке. В школе там спрашивали, где папа работает. Мальчик, ты инженер. Так все, такое отношение. Другой поднимается и говорит, товаровед, о-о-о. Заввазой, о-о-о. То есть дети уже в школе понимали, что если папа товаровед, или заввазой, или директор ресторана, то в этой семье живут лучше. Не потому что папа умный, а потому что легче воровать. На базе, на пересоркице, в ресторане, вообще пить. А инженер, он всегда более честный человек, по словам, связан с металлом. Там обманывать нельзя. Вот, счетчик не сработал, самолет упал, 71 человек, уже все. Но идти не могут. Не то, что там быстро похоронить. Вот создавали инженеры. Почему-то надо датчик отключать, а потом включать. Отключил, отключить надо было. Нельзя было автоматикой ввести, чтобы он сам отключался от крепления температуры. Сам отключался. Чайники дома уже сделали. И утюг. Мы уже не боимся. Пожар будет. Утюги сами отключаются. Чайники, наверное, стиральная машина. В ванну еще дополнять. Не пришел, кстати, бытовой отключатель, чтобы он знал, сколько объем ванны, кстати, еще как объявлятор воды. Поэтому мы хотим, чтобы в нашей стране к инженерной профессии и к инженерному корпусу было отношение более высокое, с большим признанием. Я однажды по Москве еду и их везде вывезли. Мясокомбинату имени Микояна сто лет. А в этот же день меня пригласили в Академию наук. Праздновали 100-летие со дня рождения Курчака. И никто в Москве не знал. Это вся Москва была усеяна быстро в одиночке. Билбордами, что мясокомбинату сто лет. Я согласен. Питание тоже важно. Но этот мясокомбинат не сделал ничего особенного для страны. Как это сделал Курчак. Это тоже проблема. У нас много великолепных инженеров. И Королев инженер, и физик. Мы на днях включали 90 лет. Со дня рождения Сергея Петровича Капица. То есть огромное количество днем. Если мы спросим наших детей, они не скажут. Сейчас мы уходим на короткую рекламу. Далее смотрите пресс-подход, где Владимир Жириновский прокомментировал актуальные вопросы. КПРФ и покажет платежные документы. Что вот они оплатили столько тысяч тонн продуктов различной гуманитарной помощи. А повесить флажок в фуре сзади на какой-то ящик и говорить, что это их гуманитарная помощь, я думаю, это не годится. Так было со справедливой России. Они, оказывается, по всей стране помогли провести перерасчет на миллиарды рублей. И гражданам вернули деньги, якобы за излишне уплаченные услуги, за услуги ЖКХ. Мы проверили, ничего нет по всей стране. Никто не подтверждает. Поэтому здесь мы тоже проверим, пускай запросит МЧС, что это за конвои. Проверить на границе, пересекая ли они границу Донбасса. И стоимость такого конвоя. И кто подтвердит оплату. Мы будем продлевать дачную амнистию. Такой законопроект ввели. Ну и старый закон плохо действует. Чиновники все равно стараются тормозить оформление документов. Дружба народов. Она есть, дружба народов. Вот смотрите. Дорогомиловский рынок. Все нерусские торгуют там. Один русский. По-моему, Стамбов. Пеннинская область. Чай продавал свой. Дружба народов. 99% нерусские в Москве. А русские вот там в уголочке. Сядь. Как человек третьего сорта. Дагестан. Местный житель убивает пять русских бабушек. Дружба народов. Сплоченный народ. Ну убили несколько бабушек. Они же русские. Подумаешь. В школе латышские. На латышский язык переводится в Латвии все школы. Ну и кто страдает. Да русские там. Крепостные. Холопы. Подумаешь. А есть великий латышский народ. Это вот дружба народов. На Донбассе русских расстреливают. Уже 12-15 тысяч. Ну и что делать. Зато у нас дружба. А русские немножко это как бы. Вот. Ну. Как это говорят когда неизбежные потери. Шерин. Вынужденные потери. Нет. Другое какое-то глаголе. Не обратим. Не обратим. Не обратим. Безвозвратные. Нет. Это погибшие по-русски. Убитые называют безвозвратные. А то такое кого-то в это уже. Нет. Нет. Прям заложена цифра. На любых учениях 3% потерь. Нет. Плановые потери. А? Плановые потери. Ну нет. То я потом вспомню. Нет. Это раненые погибшие. Это когда запланировано. Что любые действия происходят. Несколько убитых должны быть. Вот в Латвии. У них демократия. Но не для всех. И естественно. По всей стране. По всему миру. То посла убили. То на пол положили. То значит оскорбления в адрес. То срывают флаги. Ну ничего. Международные отношения. В Америке сорвали флаг. Захватили. Ну это же русские. А так порядок в мире. Действует международное право. Это вот как бы хорошо. Ну мы смотрим как. Многие кандидаты переписывают программу ЛДПР. И подают как часть своей программы. Но в интернете вы можете найти. Кто первым выдал подобный тезис. Вот монополия на алкоголь, табак и сахар. Сахар боятся добавлять. Уже явно будет ссылка на нас. Но возьмите 95 год. И вот 23 года это мы говорим. А потом и коммунисты подключились. Как статья 282. В этом зале они не голосовали. Чтобы ее исключить из Главного кодекса. А в программе у их кандидата есть. Я единственное обратил внимание. Что некоторые дни перегружены дебатами. 7 дебатов. С 10 утра до 9 вечера. А остальные кандидаты даже не понимают. Что это такое. Что они пошли поиграть. Пошли первый раз. Там только Явлинский. Но он уже забыл что такое выборы. Да Вабурин. А эти остальные. Девочка. Это и колхозник. Это и Титов. У Титова хорошие ролики. Два слова. А что Титов. Видите. Какой ролик так сказать. Технология современная. Нечего сказать. Тогда только фамилия. Что-либо сказать стыдно. А фамилию глядишь запомнят. Тем более на бесплатных каналах. Это вот такая вещь. Играют. Имитируют. Участие в выборах. Зарабатывают капитал. Идут от чужих партий. Грудинин от коммунистов. Собчак. От партии. Гражданская инициатива. Она понятия не имеет. Что за партия. Я это называю мошенничеством. В чужой поезд сесть. Прокатиться. Потом в другой поезд. И так далее. Ну что делать. Избиратель грамотный. Давно бы все это. Обратил внимание. Ну и. Конечно. Вот. Молодое поколение. В Дагестане я уже сказал. А вот. Юноша идет. В наушниках. Слушает музыку. Попадает под электричку. Ну где. Элементарные навыки по безопасности. Ведь есть наверное урок такой в школе. ОБЖ. Ничего. Толку никакого нет. И по всей стране теряем так. В год 200 тысяч. Горят. Падают. Травмы. ДТП и так далее. Целая армия. И еще наркотики. И все молодежь. И все парни. Ну вот. Если Настю Рыбку вспомнить. То отца нет. Был бы отец. Она бы. Сидела дома. Училась бы. Работала в своем Бобруйске. А мама. На работе занята. Хирург. Весь день. И уже умерла. Вот. Современные сироты. А все последствия той гражданской войны. Которую начали большевики. В семнадцатом году. В Сочи молодой человек. Нанимает убийц. Всю семью убить хотел. Папа. Мама. Сестра. Брат. Все там. Чтобы стать одни. Одному хозяином дома. Вот. Где воспитание. Это вот. Путинское поколение. Они выросли вот сейчас. Им. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать лет. Кто эти учителя в школе. Готовы убить всю семью. Какой там патриотизм. Вы остановите. Семья в убийце. Не на улице. Мельдоний. Ну вот. Как оправдываются наши спортсмены. То это не производит впечатление. Да вы знаете. Мы там были. Мы там сидели. Конечно. Неудобно. Я извиняюсь. Репутация. Дальнейшая карьера. Ты скажи. Я не употреблял мельдоний. Это провокация. Это ошибка. Это мне подсунули. Я знаю кто подсунул. А так говорит. Что вроде бы. А может я употреблял. Выясняется что употреблял когда-то. И латыш говорит. А это возможно от того еще мельдония. Выход через полтора два года. Все таки употреблял когда-то. В этот раз не употреблял. Но когда-то употреблял. Грош цена всех этим медалям. За каждой медалью мы должны сомневаться. Не идет ли там какое-то вещество стимулирующее. Позор такому спорту во всем мире. Надо отменить все международные соревнования олимпиады. Пускай во дворе мяч гоняют. Будет честнее. Ну рязанскому военно-воздушному институту. Да. Училище. Сто лет. В этом году. И именно наше обращение. Ему по нашему обращению присвоено звание гвардейское. Это высокое. Мы спасли училище Верховного Совета СССР. В Москве. И вот в Рязани. Воздушно-десантная. Значит. Глава Якутии. Что-то там с помощником начали хамить в самолете. Власть хочется проявить. Понимаете. Якутия большая страна. Людей мало. А вот в самолете 150 человек. Ну-ка я покажу, что я глава республики. И пожалуйста. Это хамство. Не могут остановиться. Помощник больше всего старается. Врывается в кабину. Меня зовут в кабину. Летчики. Посмотрите. Я говорю. Нет. Я не пойду в кабину. Ну мало ли что случится. А это прет в кабину. Че вы тут как. Это же Борисов. Глава республики. Я бы на его месте подставку подал. На месте Борисова. Южная Корея. Норовирос. Мы в ЛДПР давно ввели практику не здороваться за руку. Вот Южная Корея догадались теперь. Надеюсь эта тенденция будет по всему миру. Не надо здороваться. Норовирус. Или птичий грипп. Не надо. Рука переносчик зараза. На руке огромное количество микробов. Оставьте их себе. Зачем же автоматически другому передавать. Ну вот по чемпионату мира по футболу отели вздувают цены. Но бесполезно. Закройте отель и все. Вот этот отель в Ростове. Этот отель в Москве. Исключаются из приема гостей на международный чемпионат мира по футболу. Все. Сразу во всех отелях установят нормальные цены. Или второй вопрос. Дайте сразу верхний лимит цен. Ну заранее. Агентство по туризму скажите. За год еще. Что максимальная цена одноместного номера вот такая-то. Двухместного такая-то. Такая-то. Выше нельзя. Ну вот мы все делаем так, чтобы вот сперва проблема. А потом ее решение. Дворников в Москве говорят нету. И снег снова не убирают. Они есть просто мафия. Значит деньги на дворников между собой делят. Поэтому уже за 15 тысяч не хотят работать. А 50 тысяч разбирают местные управы. Они. Вот сделали 120 управ. И там собрались мошенники. Ну и последние очередные данные, что русская женщина выходит замуж. Муж приезжает, отбирает ребенка, увозит к себе. Особенно мусульманские страны. Надо какую-то работу вести разъяснительно. У нас мозги воруют. Но мозги это этого человека. Он сам продал свои мозги на панели. Поеду подымать Америку. Наплевать на матушку Русь, которая родила меня. Ну здесь женщина вроде бы счастья должна быть. Вышла замуж. А ребенка у нее забирают. Она как инкубатор. Ради. А я уже там в Ливане или в Египте буду растить ребенка. Да не она там бабушки будут растить. Вот как-то хочется защитить наших женщин. Может быть как-то больше разъяснительной работы проводить. Что там за границей счастья не будет. Да там теплее. Там такие обычаи, что вам противно будет. А самое главное. В любой момент лишат ребенка. И в мусульманских странах все суды на стороне отца. Поэтому эта женщина будет всю жизнь страдать. Другая Захарова актриса. 20 лет не может дочь вернуть из Франции. Это уже не мусульманская страна. Тоже. Вот. Надо как-то думать, смотреть. И это все против нас. Посмотрите. Вся политика всей планеты против нас. Против наших женщин, спортсменов, деятелей культуры. Депутаты, послы, дипломаты, журналисты, бизнесмены, туристы. По всем направлениям на нас наступают. Потому что везде на ключевых постах слабые чиновники, неспособные, вышли из советской системы и не могут новым русским языком заставить нас уважать. И уже favorites few양иш Ces datos,